Здравствуйте! Меня зовут Ахмед Семи. Я софтвер-инженер. Работаю в сфере программирования около 2 года, можно сказать. Я сделал какой-то список видео-уроков, можно сказать, уроков через анимация. В первую очередь я прошу прощения по поводу мой русский язык и не нативный русский разговаривающий, поэтому если я сделал какую-то ошибку, простите меня, пожалуйста. Окей, пойдем дальше. Этот список будет как будто диалог. Два человека общаются между собой по поводу программирования. Что такое программирование, что дальше, что учиться и так далее. Там идет тоже animation, как-то так характер двигается и так далее, может видеть даже визуализация, как все это программирование работает изнутри, ну просто так визуализирование. Чтобы будет легко присваивать такие информации, потому что вы знаете, что программирование это немножко тяжеловато, поэтому я стараюсь облегчать эту задачу через анимацию. Надеюсь, конечно. Почему сфера программирована сейчас? Потому что если вы заметите, почти около 80-90% нашей работы мы занимаемся через интернет. Хотите что-то покупать, использовать какое-то приложение или веб-сайт, на телефоне что-то использовать, что-то в другое использовать. Поэтому сейчас вся наша работа распространяется уже через какое-то приложение, кто-то уже это приложение писал. Поэтому программирование потребует всегда специалистам, поэтому не проживайте, конкуренция так не будет очень сложной. Вот, идем дальше. Как выбрать потом язык программирования? Вот это цель этого списка. В этом списке мы не будем рассматривать, чем отличает язык программирования от другого. Нет, наоборот. И будем смотреть, что у них есть взаимное, например. Как они обращаются к памяти, как они калькулируют какие-то, не знаю, цифры. Как это обраться, мы можем заниматься на какие-то данные. Как отправить данные в память, как вернуть данные из памяти и так далее. Поэтому можно все язык программирования. Есть какие-то пазовые концепции, где все используют одно и то же концепт. Разница будет потом, как этого концепта писать. Это не будет так сложно. Вы узнаете те языки программирования, которые вы хотите потом дальше изучать. Ок. Сейчас, какие ограничения у вас, чтобы учить язык программирования? Ограничений никаких, кроме сами себя. Вы сами ограничите себя, учите что-то нового. Поэтому, если вы думаете, что возраст имеет какое-то значение, то нет. Возраст не так очень сильно влияет на программирование. И влияет на это ваше желание учиться. Поэтому, если у вас есть сильное желание учиться, целестремленное, все будет хорошо, все будет легко. Еще опыт. Много людей думают, что как могу учить программирование, если у меня нет опыта. Но, конечно, это логично. Потому что никто из нас родился, у него какой-то опыт есть. Мы учили в течение времени. Через какое-то время мы учили какие-то навыки. Поэтому дайте себе время. Хотите большой пример об этом? Смотрите на сами себя. Сейчас вы что-то занимаетесь, которое может быть несколько месяцев назад. Вы не знаете даже, как это можно делать. Поэтому вы учили и потом уже стали профессионалами. То же самое с языком программирования. Все через какое-то время можно присваивать этого. И потом идете дальше. Программистам потребуют везде. Это очень хорошая работа. Стильная работа. Элегантная работа. Там много всего очень интересного. Можно заниматься. Это можно делать в этом программировании. Везде. Зрители этого списка. Детей можно смотреть. Этот список. Люди, которые хотят узнать, как можно учить программирование. И еще те опытные люди, которые хотят просто наслаждать какое-то, не знаю, движение характера. Я вообще навыжу собой. Как-то так. Вот. Это цель этого списка. Я надеюсь, что список программирования будет очень легко. И вы будете наслаждаться, когда смотритесь. И у вас будет удовольствие. И что-то новое возможно учить. Поэтому. Увидимся. Внутри нашего списка. Пока.